Всем привет! Ролик от 9 октября не успел выложить в группах социальных сетей. Вы можете послушать его, если в конце этого ролика кликните на кнопку, которая появится на верхнем углу экрана. Первый анекдот самый короткий. Хочу жить вечно, пока получается. Но вела порядок в гараже. Выкинула хлам, разложила всё по полочкам, сделала влажную уборку. Но на следующий день, мой муж говорит, дорогая, в нашем гараже побывали в гору и устащили всё самое ценное. С малых лет я ходил для деда за пивом на похмелку со списком. С течением времени продавцы ко мне привыкли, и я, деда, исключил из цепочки. Существует лишь один интуитивно понятный интерфейс СОСКО. Остальное осваивается в процессе обучения. Наркоман едет в троллейбусе. Кондуктор объявляет. Следующая остановка, 8 марта. Наркоман спрашивает. А пораньше никак нельзя. Вчера купила у тебя штукатулку, якобы из солоновой кости, а она оказалась пластмассовой. Ты что, за лоха меня держишь? А кто же мог знать, что у слона вставной бивень? Дед Петруха, а почему ты установил контактные линзы? Чтобы лучше видеть мелкий шрифт в договорах. Отец спрашивает у Вовска. Вовска, хочешь покажу сестренку, которую мы купили в магазине? Вовска говорит. Тоже меня удивил. Ты мне магазин покажи. Учёные научили птиц исполнять песни композиторов. Однако после выхода очередного трека Деда Петрухи, птицы научились материться. Простите, вы времени подскажете? Могу сказать, но только примерно. Ну, не томит ушу. Примерно сегодня у нас вторник. Вовска говорит папушке. Папушка, закрой глазки. Папушка спрашивает, зачем? Папа говорит, когда бабушка закроет глаза, нам всем станет жить легче. А вы не были в Капартино-Бурятии? Нет. А я была там такой воздух. Кори. Только не в Бурятии, а в Болгарии. Дурачок. Болгария, это совсем другая страна. Ну, скажи, я уродливая или всё-таки потрясающая? Опа. Это как это? Ты потрясающая, уродливая. Я на тренажёрный зал, где сгоняю лишний вес, трачу около тысячи баксов в месяц. А почему так много? Ну, там в буфете всё очень дорогое. Но всё-таки закону запретить продажи ночью алкоголя веш. Ну, чтобы ещё вынудила продавцов привозить водку на дом. Ты не поверишь, купила дочке скрипку. Думала, будет учиться в музыкальной школе. Из этого ничего не вышло. Лежит дома скрипка и пылится. У меня тоже примерно такая же история. Купил я тёщу в чемодан. Чудовище! Я пришёл сразиться с тобой и освободить принцессу. Ну, я и есть принцесса. Мда, неудобно получилось. Ролик от 9 октября я успел выложить в группах социальных сетей. Вы можете послушать его, если в конце этого ролика кликните на кнопку, которая появится на верхнем углу экрана. Продолжение следует...